Примерно у 10% населения имеются пробки в миндалинах. Сегодня расскажу о том, как предотвратить их появление. Или если они уже появились, и врач их удалил, как предотвратить их возвращение? Прежде чем начать, надо понять, что такое миндалины. Миндалины или гланды — это первая линия защиты. Это ткань, похожая на лимфоузел, которая находится в области носоглотки и предназначена для предотвращения проникновения патогенов вглубь организма. Миндалины производят Т-клетки, которые являются частью иммунной системы. Они обнаруживают, а затем начинают защиту от определенного микроба, который находится во рту или в окружающей среде. Вот что такое миндалины. А пробки — это, в общем-то, так называемые биоплёнки. Биоплёнка — это маленькие кальциевые оболочки, в которых микробы, конкретно в этой ситуации бактерии, живут в этих маленьких цементоподобных домиках. Именно так. Это своего рода домики, которые защищают микробы от разрушения антибиотиками. То есть биоплёнка — это щит, панцирь, помогающий микробам выжить. Эти микробы также производят газ, сернистый газ. Поэтому у людей с пробками часто неприятный запах изо рта, иногда напоминающий запах тухлых яиц. Во рту появляется металлический привкус, кашель. Пробки обычно развиваются после хронического танзелита или длительного приёма антибиотиков, потому что это уничтожает защиту и увеличивает количество патогенов. Я уже неоднократно муссировал эту тему в своих видео. В организме есть хорошие бактерии, так называемый микробиом. От него не нужно избавляться, его не нужно убивать. После уничтожения антибиотиками его нужно восстановить, потому что эти микробы защищают организм от патогенов и других микробов, образующих биоплёнки. То есть всё, что усиливает развитие хронического танзелита, увеличивает биоплёнки. Если человек принимает стероиды, если у него диабет, если он потребляет много сахара, если у него дефицит цинка, дефицит витамина D, все эти факторы ослабляют иммунную систему и повышают вероятность появления пробок. Биоплёнки живут не только в щелях миндалин. Они появляются в 60% случаев при инфекции носовых пазух, при ушных инфекциях, инфекциях мочевыводящих путей, при всех инфекциях по всему телу. Это основная защита, которую патогены используют для выживания. Есть три средства, которые помогают предотвратить возвращение этих проблем. В основном они действуют как натуральный антибиотик, без побочных эффектов. Убивают патогены, но не убивают хороших парней. Итак, первое — чеснок. Употребляйте много чеснока. Регулярно. Второе — масло орегано. Масло орегано является сильнейшим натуральным антибиотиком. При этом оно не вредит дружественным бактериям. И третье средство тоже очень мощное. Я оставлю внизу ссылки, которые подтверждают мои слова. Экстракт из косточек грейпфрута. Ещё один отличный натуральный антибиотик. Конечно, некоторые факторы могут ухудшать ситуацию. Высокоуглеводная диета и потребление большого количества молочных продуктов могут привести к образованию слизи. Особенно у молодых людей это вызывает хроническое воспаление миндалин, ушные инфекции или инфекции носовых пазух. При инфекции верхних или нижних дыхательных путей нужно отказаться от молочки. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.